Общение в формате без галстука, за круглым столом, будущие медики, педагоги, виноделы и предприниматели. У ребят масса планов, как изменить город к лучшему. Студенческий совет Анапы раз в неделю собирается в одном из университетов Анапы. Проходит собрание в городском театре, в Центре культуры Родина, в сквере. Но этого, говорят ребята, недостаточно. Нужно помещение для студентов. Роман Дикий инициативу поддержит. Только вот по форме нужно будет все детально продумать. Дом молодежи, я думаю, что это должен быть какой-нибудь лофт, где свободное пространство, трансформированное, где как-то это все не обязательно, там трехэтажный особняк, сделать бесплатный Wi-Fi, поставить кофемашину, кулер, чай. А вот на вопрос, вернет ли Анапа статус самого зеленого курортного города, ответ нашелся сразу. Эта ситуация не просто находится под личным контролем главы города. Юрий Поляков своим примером не раз демонстрировал, что необходимо сделать для этого. Позиция Юрия Федоровича такая, что надо больше деревьев, больше озеленения. Поэтому сейчас, я думаю, что вы видите, вместо каких-то, не пойми каких, ларьков появляются какие-то газоны, клумбы, сажаются деревья. То есть сейчас город, ну вообще задача главы сделать его максимально зеленым. Поэтому я думаю, что ни один, ни два, ни три сквера и парка появятся в ближайшее время. Если сравнивать жизнь в Анапе и в Краснодаре, мне в Анапе нравится гораздо больше, чем в Краснодаре, и ее абсолютно не тянет. В общем, вам всем повезло, что вы. Спасибо маме и папе. В год в Анапе проходит около 4 тысяч досуговых, спортивных, профилактических, военно-патриотических, спортивных, культурных мероприятий муниципального и краевого уровня. Участие принимают студенты всех вузов и сузов Анапы. В Анапе 500 волонтеров от 14 до 30 лет. Больше половины из них студенты. По итогам прошлого, позапрошлого и до этого нескольких годов, по этому рейтингу, который составляет раньше департамент молодежной политики, сейчас в Министерстве образования науто, молодежной политики Краснодарского края, муниципальное образование города, курорт Анапы по реализации молодежной политики находится в топе. То есть это первое, второе место в зависимости от разных направлений. Но в целом, если мы говорим, то это первое место. Сейчас мы понимаем, что то, что делается на территории муниципалитета, это является примером для Краснодарского края. Такого количества учреждений и сотрудников, я вам скажу, нет в большинстве муниципальных образований края. Студенты смогли задать и личные вопросы Роману Дикому. В свое время он отучился на преподавателя биологии и химии, а также на психолога. Начинал работать в Кневском колледже, дослужил до поста заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Сейчас он курирует вопросы социальной политики города. Под занавес – вручение благодарности от главы города, активистам студенчества. И общее фото. Через каких-нибудь 10 лет уже не студенты, настоящие врачи и ательеры посмотрят на него с гордостью. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион.